Чуваки, в этом видео будет много спойлеров. И не только к новому Омину, а еще и к старому Омину, ребенку Розмари и другим фильмецам. Будьте осторожны. Спасибо вам, огромнейшие хоррорцы, за то, что поддерживаете Рова на Бусте и ВК-донате. Отдельное спасибо мистеру Коттону. Йоу. Меня зовут Ров. И это обзор на фильм Омин. Я вчера ходил на ночной сеанс и заценивал. Там были сиськи и письки, но это было не весело. Сисек не было. Фильм Омин. Первый Омин. Первый. И это продолжение первого Омина. Мне он очень понравился. Мне он не понравился. И сегодня мы обсудим, насколько он ужасен. Он не ужасный вообще. Он, кстати, не страшный. Рубрика Ров идет в кино. Рубрика Ров идет в кино. Это у нас впервые сегодня. Рубрика Ров идет в кино. Точнее, ходил вчера. И сразу вопрос. Сразу вопрос. Первый. Был ли Омин, первый Омин, страшным? Нет. Я никогда не боялся Омин. Никогда не боялся детишек злых, злобных, дьяволических, демонических. Я от этой франшизы далеко держался и до сих пор даже не досмотрел. То есть я продолжение, вот говорю, не видел. Только вторую часть посмотрел. Не так, недавно посмотрел. Поэтому, когда я шел на этот фильм в кино, я уже был готов к тому, что это будет такой немножко нудноватый фильмец. В принципе, первый Омин, он для изысканного зрителя, для... Как это называется, когда полетел? Для возвышенного. Вот. Омин для возвышенного зрителя, чуваки. Я не отношусь к возвышенным. Я люблю по фану смотреть ужастики. Я люблю всякие, да, заклятия из современных и так далее. Заклятия из современных. Синистр мне тоже нравится, там маска прикольная. Естественно, что поглядеть, на формы монстрика, маньяка или что-нибудь такое. В общем, какой-то загадочный персонаж, какой-нибудь там миф какой-нибудь о нем, там не знаю. Будь то монстрик, маньяк, это не важно, мне это нравится. Вот. А здесь в Омине там детишки просто бегают, собачки кусаются, за чувака падает палка просто. Нет. То есть такие, короче, штуки меня не особо пугают, честно говоря. И этот первый Омин, он так называется, First Omen, первый Омин, это на самом деле приквел к оригинальному фильму из 70-х. Оминов давно уже не снимали, хотя наши дистрибьюторы так и не думают. Они на своей волне. Шизофрения. Но реально Оминов, которые относятся к оригинальной франшизе, их как бы давно не было. И по-моему там всего 4 фильма. Приквел, который вот выходит, первый фильм за долгое время из этой серии. К тому же этот фильмец сделала Аркаша Стивенсон. Это женщина, которая снимала, если я не ошибаюсь, третий сезон, третий сезон нулевого канала. Я обожаю нулевый канал, особенно второй, третий сезон как раз. Третий, наверное, даже больше. Там вот этот квартал мясников, там вот это сочные всякие мясо там было, отсылочки к фантазмам всяким и так далее. Очень красиво, эстетически приятно было смотреть на эту картинку. Я обожаю. Картинка очень важна для меня. В целом я не прогадал. Картинка была сочная, классная, насыщенная. В общем, главное, спокойная. То есть не было каких-то погонь прям жестких, там, не знаю, резких склеек. Хотя нет, они были там какие-то моменты, но в целом в основном это были такие атмосферные, тягучие кадры. Там, в общем, которые... на которые было приятно смотреть и погружаться в атмосферик фильма. Фильм на самом деле на серьезных щах. Как, в общем-то, и первая часть. Я буду сегодня много именно про первую говорить, потому что продолжение, как я сказал, уже я не смотрел, я не в курсе, что там происходило дальше. Ну, собственно, наверное, хорошая новость, все-таки хорошая. То, что здесь пугают не стрёмным ребенком, не детьми. Ну, по крайней мере, может быть, немножко только совсем. А в основном тут такое, больше какая-то мерзопакость происходит. И монахини. Много-много монашечек. Как в «Проклятие монахини». Я, на самом деле, обожаю проклятие монахини. Мне кажется, вот это зло, которое вот в этом невинном теле, в этом слуге божьем, я не знаю, как это называется. В общем, женщины, которые невинны, монахини, вот они, они олицетворяют собой чистоту, что-то неимоверно возвышенно-небесно такого характера, просто, ну, чистюли просто. И тут они монахини, как это так? Это всегда вызывает, наверное, какой-то диссонанс внутри между церковью и то, что так вот человеческое тело, и все такое приземленное, грязное и так далее. В общем, все это, да, порочное, порочное самое главное, да. Так вот, пугали здесь монахинями. И родами, да, когда женщины рожают. Там реально такая нарезочка была, что можно было прям увидеть какие-то волосики, что-то такое прям стрёмное. Там прям нарезочка была, прям во всей красе можно было посмотреть. Чудо, чудо рождения. Ребятки, там шакал трахает женщин, понимаете, женщину. Вы же помните, как появился Омин, это же не секрет, не загадка. Демонический ребёнок рождается от шакала, потом его заменяют ребёночка у богатых родаков, заменяют как раз-таки этим ребёночком от шакала, чтобы он рос в хорошей семье, вырос настоящим джентльменом, богачом, влиятельным человечком и всё такое, вот. Поэтому его подсовывают как раз-таки в богатую семью. А их ребёночка закапывают вместе с шакальчиком на кладбище, который нам потом показывает в фильме. И, в общем, весь фильм, вот этот Демен там растёт, его оберегают какие-то слуги сатаны непонятные, лица. При этом родители, ну, не верят, конечно, что это демонический ребёнок, но мы-то знаем, да, мы-то всё видим. Тут всё происходит раньше первого фильма, потому что это приквел, предыстория. Тут нам показывают мамашу, мамашу этого Демена, как он родился, то есть, ну, предыстория и всё такое, ну, логично. Ну, Демен это ребёночек от шакала появился, и тут, разумеется, это приквел, чудо рождения. Поэтому женщин спаривают с шакалом. М-мама миа, шакал трахает женщин. По поводу самого шакала, монстрика. Если вы думаете, что там такой, типа, был как оборотец, такой мужик с такими прямоходящей, настоящий самец, альфа-самец, шакалик, то нет. Там такого не было, там показывали его то глазик, то лапку. В общем, как в лучших традициях фильмеца по ТВ3, который там про монстрика, где там есть фильм, нас возбуждают вот этими конечностями монстрика, но целиком его не показывают. А в конце нам либо графонистое чудо выдают, от которого у нас глаза вытекают на лоб. Либо это реально какой-нибудь прикольный монстрик, но показывают буквально там на несколько секунд, но целиком показывают. Здесь вот похоже, что-то было, монстрика показывали, вот этого шакалика. Но ты не понял, шакалика-то нет, или это прям сам дьявол был, потому что он был довольно великий для шакалика, волосиков у него, по-моему, особо не было. Но когти его, ручонки показывали, глазики показывали и так далее. Он такой рычал, в общем, жесткий такой чувак был. Но его целиком нам так и не показали, так и не дали. С монстриком, конечно, тема вообще не раскрыта. Но при этом сама мысль о том, что шакал спаривается с женщинами, еще и с монахиней, там, это просто какая-то дичь, конечно же. И, наверное, в умах людей это вообще не укладывается. Но мы, сами чуваки, много хорроров уже видели, много ужастиков. Нас таким уже не удивишь, вот, после всяких Кроненбергов, Кроненбергов и так далее. Здесь, в принципе, все достаточно, ну, цивильненько все-таки сделали. С рождением, да, конечно, было немножко такое, ну, некомфортное состояние. Все-таки показывали, как рождаются дети. Вот, я не знаю, кому нравится смотреть, как рождаются дети. Если такие есть, чуваки, можете написать, если вам нравится такое смотреть. В общем, смотрите, чуваки, картинка нормальная, актеры нормальные, все хорошо. Сюжет ровный, никакого кринжа там не было. Поэтому, наверное, зрителям понравилось, потому что оценка на кинопоиске, там, всяких IMD-бишках и так далее. Они, в общем-то, нормальные для хоррора, вообще нормальные оценки. Я даже удивился. Так тут еще, вот, социальный подтекст был. Вот что еще здесь было. Наверное, это еще всем вперло. Даже мне немножко понравилось. Про церковный заговор какой-то есть. И про, в целом, церковь в обществе. Вот это вот, как она управляет обществом или что-то в этом духе. Короче, там социальный подтекст есть. Не говоря уже о том, что про, собственно, женщин. То, что их используют просто, чтобы они рожали, в общем, детишек. Дьяволишек. Ребенок-дьявол, чуваки. Ребенок-дьявол. Слушайте, как в Ребенке-Розмаре прям получается. Вторично. Вторично. Троично. Четверично. Тут реально как в Ребенке-Розмаре. То есть там, в Ребенке, она тоже ждала ребенка. И там вокруг нее целый заговор был. Оказалось, что целая секта. Там и муж был замешан, и все остальные. Она просто с самого начала вынашла ребенка-дьявола. Вот. И в итоге пришлось ее родить и даже принять. То есть у нее не осталось никакого выбора. И здесь тоже получается такой заговор церковный в этом же духе. Тоже с рождением дьявольского ребенка. Все завязано. Так что, чуваки, совпадение ли это? Окей. Так что социальный подтекст в этом фильме присутствует. И это неплохо. Это все неплохо. Чуваки, но фильм от этого веселее не стал. Он скучный, очень скучный. Правильный. С правильными поднятыми темами. И картинка такая прям дорогая, приятная, размеренная, атмосферная. Музыка клевая. То, что там хор завезли. Ведь в Омени главная тема с хором. Это самый стрём, наверное. Реально, музыка чуть ли не самая жуткая, что есть в этом фильме. За хор, конечно, респект. Ну нахер. Он нагоняет этот религиозный мрак всякий и так далее. Дьявольщины. Но в остальном фана никакого не было. Скримеров вообще практически нету. Твист скучнейший. Я его понял сразу же практически. Потому что, ну блин, эта героиня, она главная. Правильно, она же главная. И в самом начале как бы не вокруг нее все крутилось. Она просто приехала в церковь. Ну, чуваки, она же главная героиня. Понятное дело, что она здесь как бы в центре внимания. И что на ней все закручено будет, чуваки. То есть вообще твиста не было, по сути. Хотя там маленькую девочку нам как бросили. Бросили наживку, наживку на зевак. Бросили девочку. Но не, не сработало вообще-то. Так что твиста не было какого-то. Итак, что же у нас по итогу, чуваки? Что по итогу? Начнем с самого главного. Главное для меня в ужастиках это всегда монстр. Монстрик. Здесь я ставлю полторы головки монстрика из пяти. Ну не показывали его здесь полностью. Как бы шакала, чувак-шакал. Шакологоловый, вспоминает Санубис, кстати. Бог мертвых. В Египте интересно это как-то связано. Можно было клевого шакалика сделать стрёмного и показать его. Но этого не было. Ну конечно фильм не про это. Наоборот, они его не показывали, чтобы не портить всю возвышенность фильма каким-то грязным стрёмным монстриком в полный вид. Не надо этого нам мерзости. Поэтому на него забили. Но мне это не понравилось. Я хотел монстрика больше посмотреть. Так что полторы головки монстрика из пяти. Наверное три с половиной или даже четыре. Пускай будет четыре за подтекст. Но всё-таки подумать есть о чём. Подтекст интересный. Хоть и подрезанный у ребёнка розмари. Так что пускай будет три с половиной рулона туалетной бумаги из пяти. За подтекст, за сценарий, короче. Назовём это так. Так, картинка, изображение. Четыре, я поставлю, четыре метра кишочков кровавых из пяти. За красивую, но в то же время мерзкую картинку. Да, заслужил. Заслужил, я считаю. Ну и самое главное, кол. Кол. Или один орущировщик. Из пяти кол за испуг. Испуга здесь не было, я не испугался. Наверное он нагнетает этот фильм. Он такой суспенсный, размеренный, медленный. В общем, но меня как-то он не напугал. Меня в принципе не пугал Старо Омин. Здесь я очень супер субъективен. Не слушайте Рова. В кино можно сходить, если он идёт. Смотреть в любом случае стоит. Особенно если фанаты Омина там прикольно закрутили историю. Объяснили, я бы сказал. Не знаю, что там было в третьей, четвёртой части. Но скорее всего здесь что-то прикольно объяснили. Поэтому наверное это точно стоит. Но готовьтесь. Весело особо не будет. Монстрика тоже особо не будет. Будет много смысла. Будет красивая картинка. Нормальная. Просто, ну, на самом деле это нормально. Просто люди уже скучают по нормальной картинке. По нормальному плюс-минус сценарию. Поэтому и рейтинг у фильма нормальный. Меня он, конечно, короче не зацепил. Все цело. Но сейчас даже после того, как я всё это вам рассказал. Даже мне как-то понравился. В принципе, ок, фильм получается. Как-то так, чуваки. Первый Ровчик, который сходил в кино. Пробежал. Вот, надеюсь, вам понравилось. Пишите, что вы думаете об этом фильме. Пишите, Ров, тупица, ничего не понял. Вот. Но я поделился с вами, как мог, своими мыслями по поводу этого фильмеца. Надеюсь, вам было интересно. И вы сделали свои выводы. Всё, чуваки. Спасибо. Спасибо. За ровческое внимание. И до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...